всем привет вы на канале армгеймер меня зовут арман и сегодня ребята у нас будет то есть очередной базы в игре клышев класс ребят как вы видите сегодня я построил вот такой вот базу можете в комментариях написать чего вам напоминает данная база вот не допустим напоминает ладно не скажу давайте лучше вы сами будете придумывать чем чему напоминает данная база я вот лучше это скажу потом во время следующих тестов и ребят я вот решил придумывать вот такой вот идею вы можете точнее вот напишите вы хотите чтобы я такого сделал или нет я допустим в своей паблике или на своей странице открываю специальный пост в комментариях которых вы можете ставить скрины ваших странных баз где там допустим не знаю что-то странное нарисовано но в общем странные базы которые я тестирую во время своих роликов если вы хотите чтобы я сделал вот так то напишите что хочу или может мы более хороший вариант для какого-то теста в общем напишите все в комментариях я обязательно буду читать все это дело ну а сейчас давайте уже приступим к нашему тесту я сделал точнее вот было сделано четыре атаки на мою базу конечно во время всех атак моя база была снесена на сто процентов ну это естественно потому что у база все-таки само по себе очень и очень слабый тем более тут крепость клан пустой и в принципе дефа никакого нет все расположен так красивенько да в кавычках можно сказать вот и давайте собственно посмотрим наш первый повтор что тут у нас за армия тут у нас големчики и свиночки ох ну свиночки конечно это уже значит что все база будет снесена на сто процентов и при этом пускаются свиньки и маги там таким образом что ну моя база становится не лабиринтом а просто обычной базой и все заходят сразу со всех сторон и уничтожает просто-напросто все что появляется у них на пусть и вот там снизу точнее с правой стороны король и королева справились пару зданиями дефа и с моим королем и в принципе исходе справились со всеми зданиями дефа которые находились внутри забора и в принципе после этого уже сносить данную базу просто-напросто становится очень легко и из такой армии проносите эту базу можно было сказать что очень-очень изи было так сейчас я попробую ребят попробую достать свой телефон если там есть зарядка так вот взял свой телефон если тут есть зарядка то мы будем еще с моего разовского аккаунта нападать на данную базу в конце вот в качестве бонуса вот только с луками и со варварами попробуем выпускать их с одной стороны и посмотрим что на этот раз будет так в общем давайте мы сейчас так блин а нет это это другое устройство окей сейчас с рукого телефона попробую просто там у меня три аккаунта и все запутано у меня просто-напросто на обвал и я не помню на каком устройстве какой аккаунт запущен так надеюсь этого телефона уже будет все норм так отлично звук выключаем отлично вроде по все так смотрим сейчас второй повтор что у нас тут за армия на этот раз у нас опять же големчик есть но вместо хогов тут у нас дофигища магов ну и в принципе пека а которого очень слабая хотя не не пека пеки тут вроде две пеки да да две пеки которые вот первого левела слабенькие конечно же но против такой базы справляются в принципе на ура сейчас давайте два раза будем ускорять и посмотрим что на этот раз у нас получается в принципе база была рассчитана на того чтобы вот выпускать юнитов только с одной стороны и посмотреть куда пойдут собственно юниты когда дойдут в центр этой базы вот до этой его точки и посмотрим там сверху наверх пойдут налево или вниз в общем сейчас после этой атаки мы посмотрим куда они пойдут потому что после этих атак я решил самый своего третьего аккаунта нападать на эту базу и тестировать именно тоже зачем для чего была создана данная база но в принципе тут уже все и так понятно конечно армия вот поскольку был очень слабая очень мало юнитов выжила там пека пару не там пять магов и в принципе големчик маги тоже сдохли и голем тоже разделился ну и последняя тесла тоже сдохла ну в принципе если бы тесла у нас не сдохла бы то возможно все было бы иначе там пока большой голем дошел до теслы время закончился бы ну ладно сто процентов у нас уже есть точнее у врага уже есть и в принципе ну какой враг это же наш соклана весь но да ладно в общем не суть важно сейчас посмотрим третий повтор я сам напоминаю сделал эту атаку конечно армия довольно таки топовые и я решил не выпускать всех своих юнитов решил оставить своих магов и посмотреть как справиться с данной базы пике вальки и гиганты ну и король потому что у королевы довольно таки на дальняя атака я поэтому решил ее не выпускать и просто выпустил юнитов у которых урон идет ближе него боя вот в принципе как то так идет все у нас вальки все очищают а гиганты с королем и спеками не успевает ничего сделать они пропусту доходят до зданий и все они ничего не делают просто вальки уничтожает все но то три гиганты уже решили разделиться но вальки в принципе тоже разделились там вверх пошла одна валька или две вальки ну а гиганты с оставшиеся вальками пошли у нас уже вниз и в принципе и после того как уже весь дэв был разломом внизу они все решили пойти наверх но тут интересный момент ребят тут пеки успели уничтожать в последнюю секунду там пушку до или не башня колдуна и у нас с гиганты решили повернуть и идти туда куда вообще не надо и в принципе а можно сказать что немножечко наша атака провалился потому что я хотел чтобы все они сначала ломали все здания которые находятся внутри забора ну а потом уже перешли к другим зданиями от удивился уничтожать своих магов выпустив их нам гигантскую бомбу но к счастью для них они смогли выживать и побольше спрыгнуть оттуда и все ну остался добивайся но я тут забыл кое-что что рад уж и у нас на другой стороне карты остался и просто тупо выкинул все зельки которые у меня были и в принципе опять же сто процентов у нас есть и ребят последняя атака последняя так у нас я опять же выпустил вот всех своих юнитов только вот с этой вот страны на этот раз хотя вот не в прошлый раз не всех юнита выпустил а на этот раз практически всех юнитов выпустил кроме конечно последних бомберов которые просто попусту нам не были нужны а вот только сломал стену и выпустил всех своих а юнитов но принципе опять же почти та же самая история быстрые юниты сломали ломают все что у них появляется на пути ну а медленные юниты а просто-напросто не успевают ничего делать ну тут интересный момент опять же а половина решила вот идти налево не направо потом решили свернуть налево в общем вниз пошли только вальки с варварами и в принципе справляется со своей задачей просто на ура ну и на этот раз в принципе можно сказать что все у нас практически идеально получился и а весь дэв который был в центре то есть него внутри забора был разломан практически да ну так есть это был разломан и потом уже а юниты перешли к оставшихся зданиям вот еще эпичный момент ребят король пытается догонять этих бомберов не очень-то хорошо у него не очень-то хорошо это получается но в итоге скелетики помогают ну а в конце идет уже подмога и все уже хана королеву он конечно да агрится но против столь большой армии сделать он ничего практически не может буквально один удар пеки и король десятого у левела просто ложится и все в общем как-то так у нас получились получились получился атаковать ну ребят еще вот маленький бонус как уже сказал щеткой ой чуть не уронил телефон сейчас давайте я опять же зайду на свой аккаунт скину тут запросик на испытание так вот вот так вот кидаем запросики просто атакуем варварами и лучницами 4 5 левела вот как-то так прямой эфир сейчас смотрим что у нас происходит конечно да с такой армии ребят я вряд ли смогу чего-то сделать но по крайней мере это фон и скорее всего у нас что-нибудь получится ну да задержка идет небольшая но все-таки задержка у нас есть я тупо выпускаю всех своих юнитов с одной стороны конечно да я знаю что сейчас мортирка будет просто агдится на с моих варваров о отлично они не сдохлись после первой первого удара но лучницы к сожалению сдыхают после удара мортирки так отлично отлично да лучницы идете не туда куда надо все угу пойдет сейчас второй хилл отлично я успел ребят ну конечно там немножечко с задержки идет ну да ладно все сейчас уже будем все смотреть на экране который вот идет съемка просто я там лимитировал на телефоне где было все без задержки ну а тут сейчас уже все у нас норме кидет но в принципе все мои юнты практически сдохли у меня там яд остается ну а яд использовать тут просто-напросто негде так отлично 25 процентов с такой армии но в принципе нормальный притом практически ровненько мы сломали весь тэф там смотрите с этой вот с левой стороны мы пришли дошли до центра и практически все вот очень ровненько сломали ну все идеально у нас получается ладно ребят на этом уже можем заканчивать наш сегодняшний ролик напишите свои варианты и хотите ли вы чтобы я вот устраивал тесты вазы подписчиков или нет ну и конечно же напишите в комментариях чего вам напоминает данная база буду рад читать ваши комменты ну а на этом все с вами был как всегда я рван всем удачи всем пока 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 ребята